Прокуратура Московской области начала проверку органов опеки в связи с гибелью девочки в приемной семье. Эта шокирующая история потрясла небольшой подмосковный город Озеры. Пропавший ребенок, которого искали всем миром, оказывается погиб дома при странных обстоятельствах. Тело родителей, по их признанию, попытались сжечь. Интересно, что в органах опеки, то есть, ему считали благополучной, а люди, готовые на такое, на специальном учете не состояли. Ольга Князева продолжит тему. К собственному дому мать троих детей подводит конвой. Она в шлеме и бронежилете. Без них опасно. Со вчерашнего дня здесь дежурят жители Подмосковья. Они уже грозились устроить самосуд. Нелюди. Нелюди, да. Расстрелять прям сразу на месте надо. У нас слов нет, одни эмоции. Это изверги, просто изверги. Их надо пожизненно посадить. Звери, больше они никто. Так теперь здесь говорят о приемных родителях вот этой девочки. Семья заявила о пропаже шестилетней Вероники. Несколько дней назад в поисках участвовали 300 волонтеров и сотрудники полиции. Вдруг на одном из допросов выяснилось, никого искать не надо. На допросе следователю приемные родители сообщили, что еще в апреле 2016 года девочка якобы утонула в ванной. Обнаружив это и испугавшись, родители решили сокрыть ее тело. С этой целью они сожгли его в костре. Длительное время им удавалось скрывать от окружающих исчезновения ребенка. Веронику удочерили шесть лет назад. Кроме нее в семье было двое детей. У отца успешный бизнес, мать домохозяйка. Буквально две недели назад в местной газете она даже давала советы по воспитанию детей. При этом органы опеки эту семью проверяли раз в год. Родители получали дополнительные выплаты на приемную дочь по специальной программе поддержки усыновленных детей. Если родители обращаются в органы опеки с заявлением о назначении им ежемесячного денежного пособия, то это пособие выплачивается при условии, что будет ежегодно предоставляться отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка. Эта семья получала денежное вознаграждение. В прошлом году, в сентябре месяце, был специалист в этой семье. И в этом году планировалось посетить эту семью в сентябре месяце. Поэтому родители Вероники смогли так долго скрывать ее смерть. Все отмечали, все, кто с ними общался, сотрудники ОВД, соответственно, волонтеры, то, что они ведут себя очень спокойно. Люди, которые приходили, просили там вещи для того, чтобы собачка понюхала и искали. Но они неохотно давали эту вещь. Мама занималась там каким-то домашним хозяйством. Ну, представьте, если пропадает ребенок, наверное, ты не будешь стирать белье или мыть полы, а сделаешь все для того, чтобы этот ребенка найти. Похожие слова говорят и соседи по участку. У меня, конечно, не было похоже ничего. Не плакали? Да нет, конечно. Ну, просто стояли спокойные люди и все. Фарс, в который верили люди, добросовестно прочесывая территорию Подмосковья, закончился. Эта история не оставила равнодушным никого в озерах, пока одни кричат и требуют наказания, а другие молча приходят к дому, где росла Вероника цветы, детские игрушки, свечи. Их до сих пор привозят из разных районов маленького города. Ольга Князева, Муниса Усманова, Олег Крупен, Александр Комарцев, Юлия Ходрова и Дарья Рыбакова. Первый канал.